Компания «Еврахим» в целом, по слову, «Богопросфорин» сегодня является для Кингисевского района основным партнером по финансовой нагрузке, поддержке спорта, развития детского спорта на территории Кингисевского района. Это так, это факт, и мы благодарны, Владимир Владимирович, вам, вашей политике, благодарны владельцам компании, руководству компании «Еврахим», которые вот так навстречу идут, и в таких масштабах мы можем реализовывать вот такие большие проекты. Эти три проекта, которые заложены в 2017 год, они на самом деле очень знаковые, очень заметные и касаются очень многих людей. Вы прекрасно знаете, что сегодня «Фосфорид» развивается, нам нужны специалисты, тем более строится новое производство «МИАКА». У нас на сегодня только мы готовим группы, две группы аппаратчиков, одна группа выпущена уже, и сегодня мы вручаем дипломы этой группе, вторая группа продолжает готовиться, готовим группу электрослесарей, слесарей-ремонтников. Это ребята, которые получают стипендию от «Фосфорида», мы оплачиваем их питание в этом училище, поэтому мы делаем не только актовый зал, да, актовый зал – это более масштабное мероприятие, стоит больших денег, как 10 миллионов, актовый зал училища, вы знаете, что это один из самых крупных залов, поэтому мы потратим такие деньги. А кроме того, мы в прошлом году много сделали, и электролабораторию отремонтировали, закупили оборудование. В этом году планируем, ну, уже немножко есть разделение, есть «Фосфорид», есть «Еврахим-Северо-Запад», но это компания тоже «Еврахима», они в этом году обязались отремонтировать тоже слесарную мастерскую, купить оборудование, поэтому работа в этом плане очень большая с училищем, мы продолжаем готовить специалистов, и, наверное, возвращаемся к тем 80-90-м годам, когда колледж был или училище было профильным под шефом фосфорита, и сегодня, в принципе, оно практически становится. И я хочу поблагодарить, вот, присутствие прессы, вам, выразить благодарность, вам, Вячеславу, потому что благодаря этому человеку эта работа возобновилась, она много делает для подготовки специалистов для фосфорита, конечно, заслуга очень большая ее в этом плане. Это наши дети, которые выросли, родились в Кингисепи, молодые ребята, которые останутся работать на территории района, это за то, что мы бьемся, чтобы наши дети оставались работать в таком, ну, серьезном развивающемся экономическом районе, а не уезжали куда-то. Ну и тут еще вот один из этих проектов, он такого двойного, да, социального значения, то есть мы освобождаем часть толкового храма, насколько я понимаю, ну, бывшего, от раздевалок. То есть, ну, в принципе, мы как бы... Благое дело такое. Это делаем, ну, в первую очередь для поддержки детского спорта, но одновременно с этим и сам факт вот этого мероприятия, то есть вот это и памятник, это и историческое наследие какое-то, то есть такой очень хороший проект, который решает сразу... Несколько задач. Да, несколько задач. И мы больше чем уверены, что мы с вами вместе увидим, когда храм откроется для прихожан уже, и я думаю, что на это уйдет, может быть, какой-то следующий, в 17-18 год. Я думаю, что этот проект тоже будет реализован. Вот мы сейчас активно ждем освобождения и будем заниматься привлечением средств на восстановление храма царицыны. Продолжение следует...